доброе утро коллеги на связи виктор паньков сегодня 6 января и мы начинаем математический анализ валютного рынка форекс пока что все идет в рамках тех сценариев которые мы с вами определили в начале нового года и сегодня посмотрим как продолжается у нас отработка начнем с евро доллара и так евро доллар продолжает восходящее движение два раза мы пытались пробить линию сопротивления совпадающие с ключевым уровнем два раза нам это не полу не удавалось но сегодня как раз мы пробили и пошли дальше в восходящем направлении здесь исходя из сложившейся структуры у нас нарисовалась еще одна интересная область это область помеченная желтым цветом 1 23 32 и 1 23 48 это зона сопротивления соответствующая структуре движения цены поэтому будьте внимательны отсюда у нас возможны коррекционные движения более дальняя цель которую мы с вами обозначали она все еще остается актуальны 1 23 69 1 23 96 однако с учетом образования новой области возможно что мы до следующей и не дотянем все-таки движение по евро было достаточно продолжительным и техническая коррекция может не заставить себя ждать и произойти уже в ближайшее время с началом нового года будьте пожалуйста внимательны более того в этой области у нас находится как раз ключевой уровень 1 23 42 соответствующий максимальному движению цены по данной структуре поэтому вполне возможно что уже с текущих позиций мы уйдем на коррекцию линия поддержки у нас пока остается прежней здесь мы ничего менять не будем единственное что стоит сказать обращайте внимание на локальный минимум сегодняшнего дня это 12274 потому что если мы его пробьем и будем закрепляться под ним скорее всего у нас произойдет среднесрочная смена тренда и мы уйдем на более глубокую коррекцию по той размерности которая у нас была ранее в район котировки примерно 12196 фунт доллар двигается во флете продолжает двигаться пока еще в рамках трендового канала чуть-чуть буквально не достали до верхней его границы но тем не менее у нас верху еще остались неотработанные цели структура движения подсказывает что возможно в ближайшие дни мы уйдем вниз на коррекцию тем более характер движения характер срывов цены последние несколько торговых дней говорит нам о том что все таки быки похоже уже выдохлись и нет более сил тянуть фунт наверх это можно заметить потому как поступательно мы двигаемся восходящем направлении затем путем нескольких срывов спускаемся вниз затем опять идет долгая долгий подъем и затем импульсный срыв здесь тоже самое но хотя здесь и был импульсный возврат это было на фундаментальных факторах основана поэтому сейчас здесь рекомендуется придерживаться следующего пока что мы идем восходящем направлении то есть мы спустились до ключевого уровня немножко его проторговали но тем не менее пока закрепились выше вот этой проторговки выше уровня поддержки сопротивления и продолжаем двигаться наверх поэтому вполне возможно что в ближайшее время нас ожидает еще более высокий подъем как раз до вот этой ключевой точки это у нас котировка 137 34 соответствующая точнее лежащая в ключевом диапазоне 137 21 37 43 который мы с вами отмечали ранее этот диапазон у нас пока остается не тестированным здесь их было 21 мы достали до 2 нет это диапазон локальный среднесрочный поэтому вполне возможно что с текущих позиций мы его добьем а уже после этого пойдем на более глубокую коррекцию вниз доллар японская иена продолжает идти по нашему сценарию говорили мы с вами о том что нас ожидает отскок от ключевого уровня 102 777 так и произошло с буквально небольшой погрешностью в семь пунктов мы отскочили вверх на 46 пунктов после этого скорректировались вниз это трендовая линия у нас уже как мы видим не актуально то есть она проторгована несколько раз хотя конечно все это выглядит очень красиво но думаю что третий раз такой же формации у нас здесь явно не получится поэтому можно ее удалить здесь можно нарисовать другую трендовую линию вот такую более круто направленную но более актуальную и сейчас мы с вами ожидаем следующего с текущих позиций во первых стоит обновить ключевой диапазон сопротивления тот который мы отмечали ранее он сменился с пробоем локального минимума теперь у нас диапазон сопротивления ключевой это 103 517 103 601 это значит что если мы не перебьем текущий локальный минимум и пойдем наверх в этом диапазончике стоит ожидать первую остановку цены какой-то может быть прокол такой пик и затем уже техническое подтверждение пробоя трендовой линии и смена направления движения может быть и продолжение нисходящего тренда это уже будем смотреть по факту и ключевой уровень снизу у нас также пока еще остается актуальным 102 501 видим что на этом уровне у нас собраны некоторые стоп лосс и этот уровень мы с вами отмечали ранее еще в прошлом году в конце декабря поэтому ориентируемся на него можно от него пробовать первые сделки но не забываем о том что здесь у нас есть также и ключевой диапазон 102 300 24 102 477 в которой также может цена заглянуть и нарисовать какой-то разворотный паттерн можете уточнить построение ключевых уровней по фибоначчи исходя из анализа маржинальности либо опционного анализа это будет не лишним любом случае пока что у нас здесь продолжается среднесрочный нисходящий тренд как мы видим по структуре нисходящего движения мы вполне можем провалиться еще ниже но слишком уж такие достаточно сильные цели у нас снизу поэтому возможно что этого будет вполне достаточно для того чтобы впоследствии уйти на коррекцию как это было вот здесь середине декабря доллар канадец также достиг своих интересных целей говорили мы с вами о том что здесь есть диапазон от которого мы можем скорректироваться видим что вчера вечером как раз была реакция порядка 36 пунктов но сейчас мы вновь идем тестировать этот диапазон здесь у нас есть интересное сосредоточение целей мы говорили с вами про краткосрочные про среднесрочный диапазон но сегодня взглянув на график более старшего таймфрейма я обнаружил что здесь у нас есть с вами и диапазон старшего таймфрейма то есть это получается давайте отметим диапазон чик 101 25 91 126 58 ой стоп не он прошу прощения вот он на 125 71 126 65 это диапазон соответствующий дневному старшему таймфрейму и что примечательно среднесрочный и краткосрочный диапазон лежат внутри данного диапазона поэтому здесь вполне возможно что мы с вами увидим не просто разворот на какое-то коррекционное движение возможно это будет такой неплохой неплохая смена тренда поэтому рекомендуется все таки вот в этом промежутке пока мы его не пробили то есть не увидели что цена закрепляется ниже нижней границы данного диапазона рассматривать разворотные моменты как вы это будете делать исходя из вашей стратегии торговли это уже дело индивидуально каждого пока что могу сказать следующее что характер движения вот такой то есть вот вот этот характер движения у нас обоснован движениями нефти мы это дальше посмотрим вот но в целом как бы у нас пока что идет тенденция как видим на ослабление доллара поэтому ближайшее время пока политические интриги в америке не угаснут скорее всего это движение будет продолжено и мы будем потихоньку снижаться но отсюда можно будет уже рассматривать какие-то моменты на смену тренда подтверждение место пробоя трендовой линии у нас с вами произошло позавчера вечером вчера но еще раз в начале дня в начале торгового дня подтвердилась и после этого мы скорректировали все низ то есть принципе вот эта трендовая линия на более не актуально ее можно удалить и другую трендовую линию здесь пока рисовать нет смысла потому что размах достаточно велик можно конечно прорисовать ее вот таким образом и это будет в принципе правильно но здесь я бы скорее наверное нарисовал вот так эту трендовую линию вот и дождался соответственно спуска после вот этой границы сюда здесь у нас по идее должна образоваться неплохая конвергенция и после этого дождался бы уже пробоя и отработки данной конвергенции и смены направления тренда то есть примерно вот такой сценарий видится на ближайшее время по доллар канадцу австралиец доллар продолжает двигаться восходящем направлении как мы видим тоже здесь за счет доллара у нас движение произошло почти идентично евро доллару то есть мы один раз пытались пробить второй раз пытались пробить на третий раз пробили и подтвердили то есть принципе ничто нам не мешает двинуться дальше диапазона 078 21 078 53 отсюда будем уже рассматривать какие-то коррекционные моменты коррекция оттуда может произойти как на предыдущую большую размерность то есть примерно вот в эту зону либо это будет размерность последняя вот в эту область либо это будет размерность вообще вот это маленькая то здесь к сожалению угадать сложно но я больше склоняюсь к тому что мы изначально выполнил вот эту размерность среднюю то есть мы дойдем до диапазона затем скорректируемся примерно вот как раз в эту область которую мы пробили здесь после небольшой коррекции уйдем вот таким образом в нисходящем направлении такой сценарий мне видится наиболее актуальным тем не менее с текущих позиций если мы вдруг пойдем с изначально на коррекцию перед тем как двинуть наверх можно рассмотреть два ключевых уровня 076 91 076 40 и от них попробовать доработать восходящее направление до глобальных целей цели внизу у нас пока остаются прежними это зона ликвидности не отработанная мы с вами ее отмечали ранее новозеландец доллар также продолжает восходящее движение здесь в отличие от австралийца мы уже зашли в ключевую зону здесь мы видим что у нас была небольшая реакция от диапазона младшего таймфрейма соответственно сейчас мы идем тестировать структурную зону в рамках диапазона старшего таймфрейма здесь рекомендуется рассмотреть ключевой уровень 073 10 поскольку сюда у нас попадает и структура движения и этот уровень находится в рамках целевого диапазона и от него уже принимать решение по нисходящему направлению здесь у нас также возможно несколько вариантов развития событий по коррекционному движению это у нас может быть и достаточно глубокая коррекция к линии поддержки сопротивления либо это может быть последняя вот эта коррекция которую мы выполнили к одному из ключевых уровней 07198 второй целевой уровень у нас 07153 он уже находится как раз на границе локального минимума и соответственно если у нас цена не про не пробьет его а точнее не отскочит от него а будет закрепляться ниже то это будет означать для нас смену тренда поскольку ну вот это вот все-таки целевой уровень будет у нас уже отработан то есть по сути в целом у нас по новозеландцу цели не меняются снизу зоны ликвидности также остаются актуальны это 070 01 и диапазон 0 69640 69 82 золото золото дошло до своих целей которые мы ставили изначально восходящий тренд получился очень бодреньким сначала дошли до ключевого уровня 1925 38 сделали небольшую коррекцию и продолжили движение достали до всех целей среднесрочных которые мы ставили сейчас самое логичное это дождаться коррекции поскольку мы видим что зашли мы в такую достаточно интересную зону здесь у нас была борьба после чего произошел глобальный срыв то произошло как раз начале ноября соответственно сейчас вряд ли конечно произойдет такой же срыв как был тогда но тем не менее какой-то коррекционный момент вполне возможен для этого выделяем несколько зон это 1925 14 1927 32 и 1910 09 1913 12 эта зона нижняя она наиболее интересно поскольку здесь у нас присутствует еще и ключевой уровень глубокой коррекции по отношению вот к этому как раз восходящему движению и также можете себе пометить ключевой уровень 1904 15 это уровень минимальной коррекции по отношению ко всему вот этому восходящему движению после ну такой достаточно глубокой коррекции после такого серьезного отката вот поэтому сейчас идея такая здесь в рамках данного диапазона мы с вами рассматриваем разворотные моменты поскольку все цели у нас достигнуты практически ну можно сказать небольшой погрешностью мы их достигли по крайней мере за диапазон не вышли ничто пока не свидетельствует о том что у нас может цена продолжить движение но давайте так если муж все-таки не можно знать наверняка поэтому если все-таки мы перебиваем локальный максимум и закрепляемся выше него в этом случае вот эти ключевые уровни нужно будет естественно подтягивать мы это сделаем на следующем обзоре если это произойдет если это произойдет на этой неделе и соответственно давайте наметим промежуточные цели так и соответственно если вдруг цена у нас продолжит восходящее движение куда мы можем попасть ну исходя из структуры движения цены максимальная цель у нас с вами будет находиться в районе 1988 90 то есть вот примерно такой марш мы сделаем в рамках вот этого трендового канала и как раз оттестировав верхнюю границу уйдем на коррекцию но уже не вот к этим зонам которые мы с вами рассматривали а уже как раз вот к этой зоне накопления также вы можете обратиться к объемному анализу и отфильтровать и зоны которые я отметил исходя из-за того есть там какой-то интерес игроков либо нет серебро нарисовала 2 гэп до сих пор он остается также не закрытый серебро двигается менее интенсивно нежели золото но тем не менее тоже это происходит движение происходит в рамках восходящего трендового канала поэтому сейчас у нас с вами здесь идея следующая глядя на серебро я бы сказал что мы можем еще сходить наверх потому что у него есть вверху цели глобальные не отработанные 28 62 29 22 в отличие от золота серебро еще не успел их отработать поэтому тот сценарий который я указал в заключении разговора про золото он вполне возможно выполнится только для того чтобы серебро выполнил свои цели все-таки драгметаллы серебро и золото ходят ну так относительно одинаково то есть корреляция у них достаточно сильная поэтому здесь у нас идея следующая да мы от тестировали ключевой уровень от тестировали диапазон получили даже какую-то реакцию но тем не менее сейчас пока продолжаем двигаться в восходящем направлении хоть и немножко забуксовали структура движения цены показывает что мы можем подняться еще как минимум до 28 41 28 62 29 22 находится в непосредственной близости поэтому стоит ожидать небольшого роста серебра и затем какой-то коррекционный момент пока что диапазон с поддержки у нас остается прежним это 25 ровно 25 22 есть также зона ликвидности не отработанная 24 51 24 14 23 80 но здесь будьте осторожны поскольку вот эти гэпы конечно мы можем резко перекрыть и затем все-таки пойти восходящем направлении то есть серебро я вообще не рекомендовал трогать ближайшее время не совсем понятно по нему ситуация нефть марки бренд выполнила наши цели которые мы ставили тестировали мы и ключевой уровень видим что была небольшая реакция видим что дошли мы до ключевого диапазона и это в принципе главные цели на текущий момент то есть принципе все что мы хотели выполнить мы выполнили дальше если мы будем с вами прогнозировать движение нефти то цели будут находиться уже очень далеко это будет как минимум вот так это будет минимальная цель 54 68 а следующие цели будут находиться глубоко за 58 за вот этой границы поэтому здесь стоит учитывать следующее есть ли фундаментальный фактор для того чтобы нефть настолько выросла то что движение было и так достаточно мощным и мы с вами помним что после каждого мощного движения но рано или поздно возникает какие-то коррекционные моменты причем они бывают достаточно резкие то есть как будто рынок сам чувствует когда нужно скинуть этот балласт и цена соответственно летит вниз поэтому будьте пожалуйста внимательность текущих позиций можно рассматривать агрессивные продажи цели по продаже давайте посмотрим если мы возьмем предыдущие вот это коррекционное движение они примерно одинаковые но возможно чуть-чуть отличаются так это у нас будет одна зона и соответственно возьмем глобальные цели глобальные цели у нас соответствует вот этим размерностям вот так одна зона и вторая зона соответственно стоит ожидать падение нефти в одну из этих зон я бы конечно больше наверно рассчитывал на падение именно вот сюда в район котировки 47 ровно сколько этот уровень во-первых является ключевым по объемам во вторых здесь у нас снизу есть не собранная ликвидность и нефть но она конечно в отличие от других активов ликвидностью собирает но как мы видим происходит это не всегда одновременно то есть как это было например в сентябре когда мы сначала отработали верхнюю границу затем долго болтались и только спустя почти полтора месяца мы отработали нижнюю границу опять же резким падением вот поэтому будьте также по нефти внимательны обязательно пользуйтесь стоп лоссами так ну а пока здесь с идеями все и доллар рубль доллар рубль после вчерашнего подъема вновь скорректировался изображает он непонятный флэт с преимуществом медвежьего движения видим что у нас опускается вниз локальный максимум при этом обновляется локальный минимум если сегодня также будет обновление локального минимума то не будет сомнения в том что здесь у нас рисуется нисходящий тренд и мы будем работать в нисходящем направлении тем не менее если посмотреть немножко пошире то движение у нас происходит в рамках границ которые у нас были обозначены ранее носит такой промежуточный флэтовый характер как будто игроки начинают в непонятках двигаться вверх вниз поэтому здесь я могу порекомендовать следующее во первых у нас есть цели которые мы с вами отмечали ранее если мы посмотрим по текущей структуре движения цены то эти цели как раз у нас попадают в диапазон этого структурного движения поэтому рекомендую не изобретать велосипед торговать от того уровня который мы с вами отмечали ранее 72 59 все-таки мы до него еще не доходили но учитывая такой импульсный характер движения цены за последние три дня вполне можем его проколоть и затем уйти на коррекционное движение в принципе по доллар-рублю пока что все надеюсь вам понравилось данное видео надеюсь также что оно было для вас полезным ставьте лайк подписывайтесь на наш канал жмите колокольчик чтобы не пропустить следующий обзор хорошего дня и удачной торговли